Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, здравствуйте! Мне очень приятно, что вы сегодня заглянули ко мне. Принимайте привет с берегов Балтийского моря, с вами Людмила Батакова. И сегодня в этом видео я отвечу на ваши самые часто встречающиеся вопросы. Те вопросы, которые вы пишете мне и в соцсетях, и на почту. Однако именно к этому видео я еще просила вас написать вопросы в Инстаграме. И в сообществе я написала пост, и на этих вопросах я тоже буду основываться, потому что они такие, знаете, не такие глобальные. Есть вопросы, на которые нужно отвечать реально. Прямо можно целый прямой эфир часовой запускать, и чтобы реально ответить на вопросы, которые вас волнуют. Они такие сложные, да, глобальные. А сегодня может быть больше вопросов таких, где вы хотели бы познакомиться со мной, потому что подписчиков становится все больше и больше. И я вас понимаю, не очень хочется, наверное, смотреть старые видео, хочется вот новые, современные, да. Поэтому давайте так мы с вами и сделаем. Ну что ж, поехали. Первый вопрос. Людмила, расскажите, пожалуйста, подробно ваш график хотя бы на один день. Начинает пробуждение, заканчивая отходом ко сну, упражнения, питание и так далее. Или снимите влог. Влоги как-то не очень заходят на моем канале. Может быть, просто я их, ну, очень мало снимаю, не знаю. Вот давайте я вам расскажу. Мой день, он вообще-то в отдельных роликах, он уже заснят на канале. Все эти ролики есть. И вообще все, о чем я буду сегодня говорить, я обязательно оставлю ссылки под этим видео. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, не спрашивайте меня, где ссылки. Они в описании к видео. Нужно просто нажать на слово «Еще», а если на телефоне смотрите, там есть такая галочка, нажать на галочку, развернется. Вот описание под роликом, и там будут все ссылки. Итак, мое утро начинается с зарядки прямо в постели. Есть такое отдельное подробное видео, почему, что и как я делаю. После этой зарядки я встаю, и обычные утренние процедуры, которые начинаются у меня с гидрофильного умывания лица и с лимфодренажного массажа. У меня тоже есть такое видео, даже два. После этого душ, классический уход за лицом. Каким кремом я пользуюсь, тоже есть такой вопрос, я отвечу на него чуть попозже. Потом идет завтрак. Вот я считаю, что завтрак – это первый прием пищи. Он должен быть, во-первых, он должен быть обязательно в рационе нашей семьи. Это реально обязательно. Каждый день плотный, хороший, сбалансированный завтрак по той системе, которой я много рассказывала. У меня есть много видео о системе питания. И я их всех сгруппировала в плейлист. Он так и называется «Моя любимая система питания». Потому что она идеальна. Ну, для меня, во всяком случае, сытна, без голодовок. И есть варианты. Просто надо понять, что такое БЖУ. Убрать из рациона тот, что, допустим, мне нельзя. И не переношу в последнее время ни лактозу, ни глютен. Не очень любят мой организм. Ну, и ты питаешься. То есть схема идеальная. Ты сам подбираешь себе, что ты будешь есть. Громаж прописан. Через какое-то время, через примерно два часа, это перекос тоже обязательно. У меня это фрукты и сыр. Ела бы творог. Да творог не творогом стал уже в последнее время. Не та технология приготовления. А вот мой организм стал привередливый в этом отношении. А потом идет зимой, идет обед иногда. То есть мы из той системы питания, мы сейчас пропускаем или обед, или ужин. Есть перекус небольшой, такой тоже легкий. На ужин я еще иногда пью коктейли. Сразу хочу сказать, коктейли я покупаю в компании NL. Очень хорошие коктейли, действительно, и качественные. Но есть еще одна такая компания, Адженис, тоже неплохие коктейли у них, надо сказать. Я очень люблю продукцию сетевых компаний. Я и сама в этом очень хорошо разбираюсь, понимаю, кто как работает. Поэтому очень ценю компанию с качественным продуктом. Вот у этих двух качественные коктейли. В процессе дня, это знаете, вот если за мной понаблюдать, я выполняю сразу несколько работ. Потому что, во-первых, никто не отменял дела домашние. А мы же работаем из дома уже давно. И поскольку 2003 года, то есть мы с мужем уже поняли, как организовать свой день достаточно грамотно. Но когда в твою работу вмешиваются еще и дела домашние, ты же дома находишься, вот тут такое некое переплетение получается. То есть нужно еду приготовить, покормить. Я редко делаю еду как бы впрок. То есть приготовила, съели, приготовила, съели. И вот это, конечно, нагрузка. Но вот так получается пока у нас. Ну и, конечно, почистить, помыть, постирать, убраться. Это тоже никто не отменял. И это такие обычные домашние хлопоты, которые я будто пытаюсь совмещать. Ну и в последнее время мы еще добавили тренировки. И сейчас мы тренируемся по программе «Конфетка за 28 дней». Это Арина Пермикина. Кстати, чемпионка мира и Европы по фитнесу. И мы занимаемся сейчас не каждый день, а через день. То есть мы еще в свои дневные дела добавляем тренировку. И вот тренировка как раз-таки у нас вечерняя, потому что в первой половине дня не получается. И вот только вечером. И, знаете, дает такой тонус и хорошее настроение, и рабочее такое состояние, и хороший сон. Поэтому, если еще у нас получается, мы стараемся каждый день обязательно ходить к морю, гулять. Ну, примерно час хотя бы получается вот у нас такой прогулки. И, ну, в принципе, там день и закончился. Мы совы все, спать ложимся поздно и просыпаемся тоже не рано. Поэтому вот подстроились мы под то, что мы работаем из дома, да, и все дела домашние, и вот весь уход за собой. В принципе, вот в эту такую теперь уже достаточно стройную систему. Ну, бывают всякие сбои. Мы живем, знаете, без фанатизма. Ну, что-то успел сделать, успел. Ну, не успел, ну, что поделаешь. Хотя часто любим даже иногда и перенапрягаться. Есть у нас такое. Следующий вопрос. А мне интересно, кто вы и откуда? Как сформировался такой подход к себе, к здоровью? Как вы почувствовали красоту? Как при нехватке денег выбрали детей? В каком-то видео это было. Как при этом не забыли про себя? И как в итоге стали зарабатывать? Может, просто пришло грамотное управление финансами семьи? Большой такой вопрос. Кто я и откуда? Кстати, тоже у меня есть такое видео о том, кто я и откуда. Я, Людмила Путакова, живу в Юрмале, в Латвии. Родилась в Латвии, еще в Советском Союзе в 65-м году. Родилась в маленьком городке, называется Саудус. Тоже вам это видео обязательно впишу, чтобы вы могли посмотреть. Там я рассказывала о себе, как вот я становилась и как я формировалась. Как сформировался подход к себе и здоровью? Знаете, прямо вот с самого детства, поскольку я жила и росла с бабушкой и дедушкой, и я видела, как они стареют, и бабушка еще была больна, у нее была астма, которая с годами только развивалась, становилась все хуже и хуже, и на фоне астмы другие болезни возникали. Я видела, как резко вдруг она постарела, и вот тогда у меня в голове зародилась эта мысль, нет, я должна что-то делать с собой, чтобы быть здоровой. То есть не столько я заботилась, особенно будучи молодой еще, да, маленькой. Я была реально маленькая, лет пять мне было. Естественно, не о том, что я же не понимала, что, допустим, ну вот молодость, она куда-то уходит. Для меня не это было важно. Я понимала, что надо быть здоровой, крепкой, потому что мне, как ребенку, хотелось там, не знаю, там и побегать, и там как-то еще поиграть с бабушкой, она, ну, не могла уже этого. И поэтому вот внутри себя, вот внутри меня, вернее, родилось такое отношение к здоровью как к великой ценности, да, потому что я видела, что это очень важно для человека. Поэтому подход к себе именно из этого и родился. Из моего сравнения с тем, как могут жить люди, они могут быть уже достаточно взрослыми, да, и уже большими-большими, да, и здоровыми, и веселыми, и активными. А может быть все совершенно по-другому. И я вот тогда, будучи еще таким ребенком, я сравнивала, думаю, если есть люди одного возраста, одни хорошо выглядят и здоровы, а другие нет, то можно точно быть среди первых, которые выглядят хорошо и которые здоровы. Да, я рассказывала в одном из видео, что в 90-м году я родила, в конце 90-го года родила старшую дочь, а уже весной 91-го союз, ну, во всяком случае, вышла из состава союза, и начался, в общем, то, что началось, началось. Не хочу сейчас об этом говорить, все знают, все пережили 90-е. И мне можно было вернуться после декрета на работу, но платили там совершенно не те деньги. И я тогда подумала, что, в принципе, я всегда мечтала о том, что смогу работать из дома, не зная даже о такой возможности, представьте, я же человек советский, да, не зная о такой возможности, я мечтала работать из дома, чтобы быть и с семьей, и делать дела, кстати, домашние, да, и чтобы дети мои не ходили в садик, потому что я сама в садик не ходила, и я не понимала, насколько это вообще нужно детям или нет. В принципе, я подумала, что да, вот она, наверное, есть такая возможность, по крайней мере, попробовать, да, остаться дома с ребенком и как-то организовать свой быт. Ну, все было не так просто, как я думала, когда хотела просто работать из дома, да, и это же были 90-е годы, какая работа из дома, там же был просто винегрет, все, что творилось вообще в мире. Но если брать мою жизнь такими блоками, в результате мечта осуществилась, дети, ни одна, ни вторая в садик не ходили, для меня это было важно, да, и у меня это получилось, хотя я говорю, что совсем не радужно все было, ну, совсем. А как при этом не забыла про себя, и в итоге стали зарабатывать. Ну, про себя я не забыла, я забыла про себя, я про себя вспомнила, знаете, когда? Я про себя вспомнила тогда, когда прозвенел первый звоночек, и это было в 31 год, по-моему, я уже начинаю забывать, и когда я чувствовала, что мой организм просто сдает позиции, я ведь, ну, еще молодая, что такое 31 год, это юность, да, а все, я выгляжу ужасно, я стремительно стала худеть, и у меня просто не было жизненных сил. Вот, знаете, я проснулась, открыла глаза, мне сил хватило только на то, чтобы открыть глаза, а дальше все, я уже устала. Ну, и вот тогда я пошла, естественно, к врачам, тогда все ходили к врачам, врачи сказали, не знаю, что с вами, что-то не так, но медицина тут явно не может вам помочь, потому что мы не знаем, что с вами, диагноза никакого нет. Ну, и я тогда попала к врачу, который работал по методу Фоли Сырчука, ну, это проверка здоровья по акупунктурным точкам, даже он бедный, он просто взмокрел и вспотел, я уже подумала, все, у меня там какая-то страшная болезнь, но он сказал хуже, говорит, я тоже не знаю, что с вами, но ваш организм мертв, он просто, я не понимаю, а как вы ходите, а что вы делаете, вообще двигаетесь, но это странно. Ну, вот оттуда пошло мое понимание, да, там были разные встречи с людьми интересными, тогда я поняла, что есть психосоматика, что есть основа, есть природа любого заболевания, и она кроится в самом человеке, мысли, потому что первично, в общем, там начался очень большой такой пласт работы над собой, над осознанием того, кто я, что я, зачем я на свет родилась, то есть пришлось очень хорошо поработать со собой, со своей психикой, со своими эмоциями, со своими претензиями, и вот этот первый звоночек, он как раз-таки и подсказал мне, что когда с тобой что-то происходит, нужно всегда смотреть на себя, внутрь, вглубь себя, и когда ты смотришь вглубь себя, задаешь себе вопросы, что ты сделал не так, что ты сделал неправильно, почему у тебя тут не получается, там не получается, почему у тебя тут болит, там болит, да, ты находишь эти ответы на вопросы, и вот если говорить о деньгах, да, то безденежье — это тоже болезнь, это серьёзная болезнь, и она связана как раз-таки с психологическими, с внутренними, даже с генетическими установками, которые есть внутри человека, да, и с которыми он уже рождается, но я точно знаю, что через осознание всё можно изменить, поэтому если человек реально хочет себе помочь, он должен сначала внутрь себя обратиться и проанализировать все свои мысли, понять, откуда растут ноги, и понять ещё один очень важный фактор. Это не нужно никому, только человеку. Никто не должен прийти и ничего не должен сделать. Не должен никто. Могут прийти, могут помочь, но никто не должен, только сам человек. И вот эти вот внутренние мои убеждения, да, и вот работа над собой, они в итоге привели к тому, к чему привели сегодня. Задач много решать, ещё очень много, но когда ты знаешь эту основу, да, ты сразу обращаешься внутрь себя, спрашиваешь, что сделано не так, где ошибка, а что будем делать дальше, как будем выходить из этой ситуации. Вот это вот самое главное. Тогда ты работаешь над собой глобально, и тогда ты находишь правильный ответ на близкий вопрос. Людмила, если не секрет, как вы выходите из каких-то стрессовых ситуаций? Они же бывают у вас? Или когда сваливается что-то неприятное? Вдруг дети, внуки, личное что-то? Да, такое, кстати, очень хорошее здесь пометочка. Они же бывают у вас? Стрессовая ситуация. А потому что, конечно, вот вы видите меня один раз в неделю, естественно, к этому моменту, к четвергу, я готовлюсь, я и макияж сделала, и голову помыла, и прическу тут наделала, и кофточку новенькую одела, и улыбаюсь, сижу, да, такая вся свечусь. Конечно же, у многих людей складывается впечатление, что вот это и есть моя жизнь. Да чего она там? Какие у нее проблемы? Вон сидит, прям светится вся, да, счастливая такая, а нам тут и работы у нас тяжелые, и проблем в семье полно, и откуда она понимает, да? Так откуда она понимает? Оттуда. Конечно же, бывают стрессовые ситуации, чего только не бывает. В общем, как пела Алла Пугачева, так же, как все, как все. Я такая же, абсолютно точно. Просто есть люди, которые в стрессовых ситуациях, они, ну то, что называется, перестают владеть собой, впадают в панику, а есть люди, которые в стрессовых ситуациях концентрируются и начинают действовать, да? Вот я отношусь ко второй категории людей. Я даже не знаю, это врожденное во мне или приобретенное, скорее приобретенное качество, потому что, знаете, когда на твою долю выпадает испытание, а я вам хочу сказать, что вся моя жизнь испытания с самого рождения. Сегодня расскажу вам, наверное, то, чего никогда не рассказывала, ведь я, когда родилась, у меня отказ от матери. Не мать от меня отказалась, нет, у меня отказ от матери, как он выражался, я ни капли грудного молока не выпила, то есть я отказалась брать грудь, то есть это и есть вообще, если говорить энергетически, отказ от матери. И меня бабушка выкармливала, но бабушка в чем-то, что тогда, я не помню, два месяца женщина была в декрете, потом нужно было идти на работу, да, в ясли тоже мне не отдавали, ну, потому что есть бабушка, дедушка, мне отдали бабушке, дедушке, мне было два месяца. И вот бабушка варила из овса тум, такой специальный тум, да, овсяный отвар, там остужала его все, и этим меня выкормила. То есть я вот ребенок немолочный, представляете, я ребенок овсяный. Смешно, да? Вот, и, кстати, именно сейчас я очень-очень люблю овсяное молоко, то есть я прям вот его как родной воспринимаю. То есть, понимаете, вот с самого рождения и вот эти вот стрессовые ситуации, они сопровождали меня прям вот всю мою жизнь, то больше, то меньше, да, то есть жизнь реально меня тренировала на выносливость, на стойкость, на правильную реакцию на любую проблему, на любой стресс. И вот как я только что, вот сейчас вот недавно, да, отвечала на предыдущий вопрос, я говорила, что когда что-то происходит, ну, есть разные ситуации, да, есть то, что происходит прям со мной, а есть то, что касается моей семьи, да, детей и внуков. Если происходит что-то со мной, я в какой-то момент действительно, ну, видите, ну, у меня такая расконцентрация, я еще не поняла, что это со мной произошло, да, а потом я собираюсь и просто начинается тот же анализ, да, а если это происходит с кем-то из моих родственников, я включаюсь быстрее, я быстрее соображаю, потому что как-то видно, так вот устроен мой мозг. Всегда одинаковая анализ идет, да, произошло так, и анализ идет достаточно быстро в голове. Так, почему это могло произойти, чем эта история, чему учит меня лично, да, чему учит того, с кем что-то произошло, или, допустим, если что-то с внуками, то с родителями что там может быть. То есть идет очень быстрое-быстрое-быстрое, такой быстрый анализ ситуации, и первое всегда, что мы сделали не так, да, чем мы можем помочь. И здесь пока не решится в моей голове эта задача хоть как-то, да, я вот такая сгруппирована, вот именно поэтому в моем организме очень много спазмированных мышц было, просто в какой-то момент я превратилась как в костяшку, я была вот такая вот вся, вот положение плеч, да, было именно такое, вот, я даже не знала об этом, потому что вот идет вот такая группировка физически, да, на физическом плане. Ну, а потом, чтобы немножко отойти, это обязательно три вдоха, да, потому что любую проблему нужно решать все-таки на холодную голову, на горячую, это только навредит ситуации, на холодную, так спокойно сориентировались, трезво вздохнули. Я как-то говорила недавно, что очень хорошо бы понюхать розу, у меня рядышком всегда лежит такая, это болгарская роза, то есть розовое масло, но очень хорошо приводит в себя человека, да, вот, ну и вот после этих так манипуляций, все, я пошла думать, мысли тут работают очень-очень быстро, и чем более холодный у тебя разум, тем быстрее ты находишь ответ на вопрос, или ты быстро решаешь ситуацию, да. Вот это для меня, например, самое главное, не подключать эмоции, да, если я подключаю эмоции, делаю швах, если я безэмоционально это делаю очень быстро, то тогда проблемы решаются. Каждая проблема, каждая такая вот ситуация сложная, это, ну, в итоге, ну, это как экзамен, да, это вообще-то большая удача, ты преодолевая, ты растешь. Ну, кого как жизнь учит? Ну, меня вот так. Она заставляла меня преодолевать, выходить из зоны комфорта, именно стрессовыми ситуациями. Решишь вопрос, и понимаешь, ух ты, так ты вообще много чего можешь. Как вы относитесь к отвару из овса? Пользовались ли сами? Как раз-таки я вам рассказала, что отвар из овса, это и было мое молоко с самого рождения. Я его пила, ну, сколько дети пьют молочко, это примерно до года, да, вот примерно до года, там, с прикормами бабушка варила этот тум. Знаете, очень ценный продукт, очень ценный продукт. Главное использовать овес цельнозерновой, никакого дробленого, раньше дробленого и не было. Очень часто нервничаю по пустякам, так считают окружающие, доходят до слез на работе, дома. Очень хочется уметь владеть собой, справиться с эмоциями, без таблеток, стараюсь делать зарядку, прежедневно, душ, самомассаж, наверное, маловато. Знаете, самое главное, без таблеток, правильно вы сказали. Если только можно обойтись без таблеток, нужно обязательно это делать. Тут полезно попить БАД магний, что магний очень хорошо уравновешивает наше состояние, можно делать магниевые ванны, у меня тоже есть видео на эту тему, очень тоже помогает. Но смотрите, всегда нужно проанализировать, а что происходит, почему вы нервничаете, то есть нервность человека, она от недоверия. То есть когда мы в чем-то не уверены, мы чему-то не доверяем, мы начинаем нервничать. И нужно найти этот источник. Почему я нервничаю? Я не доверяю Вселенной, я боюсь, что со мной произойдет что-то или что. Вот источник нервности надо найти, и тогда вам будет проще справиться с этим стрессом. Конечно, душ, да, самому массаж, все это очень хорошо, и зарядка хорошо, зарядка очень хорошо сбрасывает, вот как раз таки негативные эмоции. Но пока ты не найдешь первопричину, почему тебя включает, что включает тебя в эту нервность, все это бесполезно. Вот все, что вы делаете, все это, это помогает, конечно, но на чуть-чуть. А когда вы найдете первопричину, то тогда вы точно справитесь очень просто с этим, ну, скажем так, с этой проблемой, да, проблемой нервности. У нас и так нервности извне очень много. Любая новость сейчас воспринимается вообще как нервная, потому что нас больше года уже стараются кормить только негативными новостями, да, и негативные эмоции запускают в общество. Поэтому нужно для себя вот выявить такую формулу, найти источник и его удалить, убрать, растворить. Но для этого еще есть очень много технологий, да, можно поработать самостоятельно. Причину своей нервности найти, если пройти диагностику цветотерапии, да, по технологии Странник. Цветотерапия – это то, о чем тоже я очень часто и много рассказываю на своем канале. И вы знаете, тут хочу сказать, что когда я очень люблю эту технологию и саму диагностику цветотерапии, да, и само лечение по цветотерапии, и я уже много лет с этой диагностикой, это же виртуальная клиника прямо на дому у тебя, да, которая более 50 лет, и сейчас она очень осовременена, да, она оцифрована, и все доступно максимально для любого человека. Тут просто хочу сказать, что именно с диагностики Странник началось мое вот прям второе возрождение, когда я действительно из старой бабушки. Ну, я часто вам показывала фотографию в 47 лет, где, нет, это 46 лет мне еще, где я просто старая-старая, да, и вот возрождение началось мое такое, я повернулась, как второе дыхание у меня, знаете, образовалось, и я стала меняться, и я стала опять действительно жить, оживать и чувствовать все прелести этой жизни. И вот вы знаете, когда кто-то, кому я рекомендую пройти эту, как раз-таки вот эту диагностику, присоединиться к этой технологии, когда мне пишут какие-то неприятные слова, какие-то гадости, типа, да, это просто на нас хотят заработать, да, и вы хотите тоже на нас заработать, такого человека сразу в блок, потому что для меня, ну, это, ну, я не могу сказать свято, да, ну, что-то близкое к тому, что я хорошо знаю, чему я очень доверяю, много лет, моя семья, мы все, мы сразу на диагностику, сразу проверять, что в организме не так, где первопричина, потому что странник помогает как раз-таки понять первопричину того или иного недомогания. Я понимаю людей, да, если это человек старой формации, если он привык прийти к врачу, врач выписал таблетку, так лечиться, я понимаю этого человека, но сегодня 21 век, на дворе 21 век, сегодня век технологий, потому что 21 век – это век уранический, а уран – это новая технология, это наука, которая будет семимильными шагами идти вперед, и здесь нужно принимать новые способы исцеления, лечения, которые предлагает новый век, бесконтактные, безболезненные, без вреда для организма, только с пользой. Расскажите о подругах, есть ли они у вас, часто ли вы общаетесь, есть ли такие, с которыми вы уже давно, и какие между вами отношения, выделяете ли время для общения с подругами, или это только переписка в соцсетях, вы человек очень занятой, при этом успешная и красивая женщина, спасибо, меняется ли отношение к вам окружающих при таком вашем положении, в женской дружбе много нюансов, которые часто портят отношения, интересно узнать ваше мнение на этот счет, спасибо вам за ваш канал. Подруги, знаете, у меня было в жизни две подруги, одна из них уехала в другую страну, живет там, со второй мы не общаемся, давно был маленький конфликтиц, как-то мы разошлись, потом 90-е, и вообще мы даже потеряли связь на какое-то время, вы знаете, есть приятели, есть знакомые, с которыми мы и встречались, и общались, когда это было можно, сейчас во время карантина, к сожалению, просто, ладно, не буду продолжать, мы поддерживаем связь, и тем не менее, я не могу сказать, что очень много времени посвящаю там друзьям и знакомых, потому что для меня вот всегда было важно, мои друзья, это моя семья, а семья сейчас разрастается, становится все больше и больше, и дети, и внуки, то есть, как знакомые мы были там, дружили лет 10 назад, точно такие же отношения, взаимоотношения и сейчас, может быть, потому что встречи не такие частые, но тем не менее, это всегда очень приятно, и очень так продуктивно проходит, весело. Какие книги вы читаете, где взяли информацию для последнего видео? Там есть одна книга, это книга живой этики, которую я читаю много-много лет, по одному абзацу в день, такая специфическая книга, это как будет, она считается учением 21 века, А последнее видео, имеется в виду видео, где я рассказывала, что обязательно нужно делать ежедневно, очищать пространство огнем, постоять босиком на земле, вот все это я рассказывала, но я просто еще раз повторюсь, во-первых, я родилась в 65-м году, это было достаточно давно, во-вторых, я воспитывалась бабушкой и дедушкой, которые родились в 13-м году, в 1913 году, и которые имели свой огород, свой дом, я жила в своем доме, на природе, то есть я это вынесла оттуда, из своего детства, и то, что мне говорила, учила меня бабушка, и то, как я жила, естественно, я это знала прямо с детства, что нужно обязательно, если болеешь, нужно прикоснуться к земле, потому что земля-матушка забирает болезнь на переработку, не все, не полностью, человек тоже должен отвечать за свои болезни, но берет и дает силы взамен, поэтому бабушка моя, когда сильно болела, она вот всегда старалась выйти на улицу к земле, и возвращалась она уже такой достаточно бодренькой, насколько это было возможно при ее заболеваниях. Это мною взято из опыта, из моего опыта, из моего детства. Я ничего не придумала, и тогда эту информацию знали все, во всяком случае, в моем окружении. И я просто как будто бы поняла, что сейчас, в современном мире, наверное, мало кто задумывается, что это важно для человека. Вот именно эти простые, самые простые действия важны для здоровья, для укрепления иммунитета. В общем, последнее укрепление иммунитета сейчас архиважно, потому что организмы людей испорчены и неправильным лечением, и излишним употреблением медикаментов, надо, не надо, да. Поэтому все, что можно добавить в свою жизнь естественного, да, это то, что я говорила в этом видео, нужно добавлять, и это дает силы. Что бы вы посоветовали себе 40-летний? 40-летний. Сейчас мне 55. А в 40 лет это был тот возраст, когда было 2 годика младшей дочери, и я помню, тогда тоже была некая переоценка ценностей, ну, здесь с рождением ребенка, все-таки это уже такой ребенок, не ранний, да, к 38 годам я родила ее. Наверное, той себе 40-летней, я скажу спасибо, ты молодец, ты молодец, что не сдалась, что выстояла, что все это преодолела, и теперь только вперед. Как раз вопрос от младшей дочери. Мам, расскажи подписчикам, как ты меняешься, когда перед тобой появляется камера? Тут была одна подписчица, которая, ну, так меня утюжила, которая сказала, что хорошо мне говорить, когда я вся обколота ботоксом, то, что у меня не шевелится ни лоб, ни область глаз. И вы знаете, я даже пошла посмотрела видео, и это действительно так. В жизни у меня очень активная мимика, у меня брови летают, так что, ну, все видно, у меня огромное количество морщин мимических, и это уже ничем не убрать. Но, вы знаете, я натренировалась, когда я сажусь перед камерой, я действительно, я вижу себя в окошке, да, видео, и я действительно в какой-то момент, видно, сказала себе, так, давай, когда ты записываешь видео, не дергай ни бровями, ни лбом, ни ничем, в общем, просто рассказывай, потому что это некрасиво. Вот эта моя мимика, она очень некрасивая, она такая смешная, ну, в общем, пару раз, когда так запишешь, потом посмотришь на себя со стороны, ну, это неприятно, это неприятно. В всяком случае, серьезно, к такому человеку трудно относиться, особенно к тому, что он говорит. В общем, как только камера я вижу перед собой, у меня лоб, брови, все на месте, и глаза мои тоже, вот эта часть, ничего не шевелится, потому что шевелится только рот. Но, но, как только камера уходит, у меня начинается вот это вот дергание лбом, в общем, меня попросили подергать лбом глазами, чем тут надо еще подергать, все шевелится, нет у меня ботокса, у меня вообще ничего нет, кроме моего обычного ухода, и я вам хочу сказать, что о косметике тоже был еще вопрос, какой я пользуюсь, раз уже заговорили об этом, косметикой, я пользуюсь, два бренда у меня, есть Seven Day, это латвийская косметика, которая производится в Латвии, она уникальная, действительно уникальная, потрясающая косметика, я тоже оставлю ссылку на ролик, где я о нем рассказываю, в двух минутах не расскажешь, потому что там целая история о создании, и есть новый бренд российский, Butterfly, летающее масло косметика, которая содержит 11 жирных кислот, создана природой, там нет вообще ничего, даже химического, представляете, 11 жирных кислот, потрясающий крем, который за счет вот этого состава, то, что кислота, жирная кислота, может проникнуть в глубокие слои кожи, там формула так сделана, проникать в самые глубокие слои кожи, и в течение 4-6 месяцев полностью обновляет кожу, лечит от всяких заболеваний, от ожогов, порезов, и всего на свете, да, поэтому косметика уникальная, вот этими двумя брендами я сейчас пользуюсь, и я очень-очень ими довольна, я не хочу сказать, что это самое-самое лучшее на свете, но это сейчас самое лучшее для меня, да, одна производится в Латвии, одна производится в России, супер перфетто, чувствуете ли вы в своей жизни присутствии англо-хранителя и вообще высших сил, да, да, и опять это у меня установка, он прямо с детства, и я понимала, что, ну понимала это я уже во взрослой жизни, да, больше, были такие ситуации, когда какая-то невидимая рука, какой-то вот невидимый помощник вдруг приходил на помощь, то есть что-то в последний момент, когда уже действительно все рухнуло, ну кто-то вдруг появляется, как будто действительно человек, вот кто-то, вернее, за мной наблюдает, видит, что все, не справляется, девочка сама, на тебе помощь, на тебе помощника, и так происходило очень-очень часто в моей жизни, но уже потом я, когда занялась серьезно изучением астрологии, да, и живой этики, ну и тогда поняла, как это, почему происходит, да, и это действительно есть, вот такие ангелы-хранители, помощники есть абсолютно у каждого человека, но знаете, мы очень часто не слышим их помощи, подсказки, а если мы не слышим, не видим, не понимаем, не следуем подсказкам, то они перестают нам помогать, правда, ну потому что все по вселенной сделано так, чтобы человеку помогать, а не навредить, а если помощь не приносит помощи, а приносит вред, да, то высшие силы, ну как бы подсознание расценивает такую помощь, как ненужную, а ненужная, значит, она вредит человеку, да. Дорогие мои, я совсем не на все вопросы ответила, я это понимаю, но когда я отвечаю на вопросы, мне хочется как-то развернуто это сделать, но тем не менее, сегодня на какую-то большую часть вот таких основных вопросов, да, я ответила, ответила, и мне было очень приятно, конечно, этим с вами поделиться, я жду новые ваши вопросы, потому что таких видео буду еще записывать, конечно же, много-много, ну а сейчас, пожалуйста, жду ваши комментарии, пишите, поддержите мне пальчиком вверх, если это видео вам понравилось, обязательно его смотрите, познакомимся поближе, но на ближайшую неделю я желаю вам, как всегда, всего самого хорошего, самого светлого, самого радужного, весна уже наступила, она шагает по планете, в нашей зоне, да, уже дарите миру любовь, и мир ответит вам тем же, ну а с вами была Людмила Батакова, всего хорошего, пока-пока, Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!